Итак, у нас в гостях директор Екатерининского семейного центра города Екатеринбурга Константин Шестаков. Константин Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. В программе «Гость в студии» директор семейного Екатерининского центра, многодетный отец Константин Шестаков. С 2005 года занимается проблемами семьи. Один из учредителей Тюменского городского родительского комитета. Константин Шестаков активно противостоял внедрению ювенальной юстиции в Россию. Что вообще такое ювенальная юстиция, в чем ее суть? Расскажите вкратце. Можно я с примера начну, а потом дам определение. Русская женщина выходит замуж за датчанина, уезжает жить в Данию. Они уже в возрасте, у них рождается один ребенок, ему уже под 40 лет. То есть это единственная с него ручка такая. Мальчик у них родился. Это я рассказываю реальный случай, не обстрактный пример, который сам знаю близко. Рождается у них ребеночек, его отдают в детский садик. И он принципиально отличается от других датских детей. Во-первых, потому что он ходит без памперса, писает в горшок. Это какое насилие совершалось над ребенком, что его заставляли писать в горшок. Как же над ним издевались в семье. Потом он сопли все вытирает. Другие дети ходят, у них вот сопли до пупа. Как же издевались над ним в семье, что заставили его нос вытирать себе. Воспитатель на это датское смотрело-смотрело, записывал себе блокнотик. И вот сердце ее не сдюжило, когда этот ребеночек совершил огромное преступление. Когда он встречается в дверях со старшим, он придерживает дверь и уступает дорогу старшему. Какое же насилие совершалось над ним в семье, что он так себя ведет. Воспитатель написал донос, ребенка изъяли, поместили его в приемник детский. Мальчику было 4 года, он закатывал дикие истерики в этом детском приемнике. Без мамы спать вообще не хотел, поэтому те садисты, которые так поступают, они вынуждены были приглашать мать, чтобы она его усыпляла. А потом ее отправляли. И вот один раз мальчик сказал, а это была верующая семья, он сказал, мама, наверное, на этом свете мы никогда не будем вместе. И вот сердце матери не выдержало. Она позвонила моей знакомой, детскому психологу Ирине Медведевой, которая помогала ей психологически. И вот от нее я знаю эту историю. И то я сказал, ну вы же знаете, как поступать в этой ситуации. Уже русская женщина. И один раз, когда ее снова пригласили, она просто выкрала своего ребенка. И вот она звонит уже Ирине Медведевой из Архангельской области. И только голос у нее нерадостный, какой-то грустный. И та ее спрашивает, почему вроде бы вы уже на свободе и вы сбежали от этой системы фашистской? Почему вы не веселы? Она говорит, ну да, конечно, вы сбежали, но его там постоянно насиловали. Там насиловали постоянно мальчик. Вот они даже медицинское сделали свидетельство. Они еще в Дании успели. Потом через мужа она передала в правородные органы. Из России ушли документы также. Она повторные в России провела свидетельствование. Но ювенальная юстиция своих не сдает. Уголовное дело не возбудили против тех, кто это делал. А вот за то, что сопли вытирает ребенок, это преступление. Вот что такое ювенальная юстиция. То есть это система разрушения семьи, направленная на отрыв детей от родителей, которая маскируется под защиту прав детей, которая маскируется под ювенальные суды. Говорят, давайте введем ювенальную юстицию. А что такое? Это ювенальные суды. Специалисты, которые будут внимательно относиться к детям, знать детскую психологию и принимать правильные решения. А под эту лавочку внедряется страшная система информационная, социальная, медицинская, когда идет координация всех органов, когда синячок у ребеночка на руке, и нужно уже сообщить во все инстанции. И ребенка на Западе сразу изымают в такой ситуации. Неважно, он упал, ударился, подрался, неважно. Изымают, а потом разбираются, они садистовали у него родители. Может, они его поколотили. Понятно. Вот что такое ювенальная юстиция. У нас в России пытались ввести эту ювенальную юстицию. Вы были активным противником этого введения. Расскажите о методах вашего воздействия. Тогда я работал в Тюмени. Был одним из создателей Тюменского родительского комитета. И действительно, наш комитет объединил простых родителей. Это была инициатива снизу, потому что люди испугались, реально испугались. То есть, говорят о гражданском обществе, создают его сверху, создают специальные структуры карманные. А это была инициатива реальная снизу. И родители настолько обеспокоились, что наших людей, которые никуда не выведешь, они и на митинги пошли, и письма стали писать, и в школах, на собраниях вставать и говорить свое слово. Что сегодня действительно это было не только в Тюмени, а по всей России. Дошло до Путина. Когда Путину пришло 240 тысяч писем против законов, которые внедряли ювеналку, это закон о социальном патронате и о социальном обслуживании, и о правах детей-сирот. Вот эти два закона, которые называются по-другому, но они реально внедряют ювенальную юстицию. Вот против этих законов люди собирали письма, и президент пришел 9 января 2012 года, прошу прощения, 2013 года, прошлого года, на Всероссийское собрание родителей, которое было организовано движением «Суть времени» Кургиняна, который тоже подключился к этой ювенальной борьбе. Пришел Путин неожиданно совершенно и сказал о том, что если родители против, мы эти законы принимать не будем. И эти законы сегодня отклонены. Законы были отклонены, да, но тем не менее, если что-то не удалось протолкнуть, скажем так, силой, то это в любом случае как-то незаметно, по-тихому, все равно в виде каких-то других законов будет немножко внедряется. Закон о социальном обслуживании населения, он частично ввел, он уже принят, он ввел то, против чего протестовали родители. Но не могут родители по каждому закону писать 240 тысяч писем президенту. А что это за закон конкретно? Скажите, о чем вы говорите? Закон о социальном обслуживании населения, который навязывает социальную помощь семьям. То есть семья, которая имеет признаки неблагополучия, попадает опять под тотальный контроль. То есть надо семье помогать, но вместо этого ей начинают диктовать условия, угрожая изъятием детей. Этого нет на практике сейчас, точнее, это есть на практике в отдельных случаях. Отдельных случаев, к сожалению, достаточно много сегодня уже. Но они пока все-таки разовые случаи. Но заложена законодательная база для того, чтобы это было массовым. Вот в чем проблема. Сегодня она закладывается. И, к сожалению, родители, можно сказать, вместе с здоровыми силами и во власти, и в обществе отбили вот эту основную атаку. Я бы сказал, Сталинград мы уже прошли в плане борьбы с ювеналкой. Сейчас у нас где-то Курская дуга, но до Берлина еще далеко. Потому что ювенальные технологии продолжают внедряться, несмотря на позицию президента. Он не только на этом собрании высказал, не только по законам. Он неоднократно говорил о том, что нам неприемлема западная модель ювенальной юстиции. Павел Астахов, полномоченный по правам ребенка, также говорил о неприемлемости западной модели ювенальной юстиции. Он говорил о том, что главное право ребенка — это право воспитываться в родной семье. То необходимо, это Павел Астахов говорил, необходимо учитывать наши культурологические особенности. Нельзя делать то, что противоречит нашей культуре традиционно. Вот такие вещи. Говорил как раз и говорил, и мы все знаем о ситуации в Финляндии, во Франции, в других странах на Западе, когда вопиющие случаи надругательства на семье, типа того, что я вот сейчас привел. То есть позиция уполномоченного по правам ребенка, позиция президента, позиция многих фракций политических, но тем не менее, и позиция всего общества, тем не менее ювенальные технологии просачиваются. Сейчас существует неопределенность вообще такого в терминологии самой ювенальной юстиции, в частности, введено понятие «ребенок в опасной ситуации», но ведь это же понятие растяжимое, где границы, как они устанавливаются. Получается, что половина жителей нашей России, у них дети находятся в такой опасной ситуации, что касается материального обеспечения. Есть в Москве регламент межведомственного взаимодействия, как должны разные структуры государственные действовать в случае обнаружения вот этой вот ситуации неблагоприятной. Так вот, это не законно, это ведомственные инструкции, понимаете? То есть тут ни депутаты на них не могут повлиять, ни народ. Это внутриведомственные инструкции делаются. Понимаете? И там вплоть до кариеса, вплоть до, так сказать, опрелости у ребенка. Вот такие вещи уже должны вызывать, так сказать, действия органов аппетии. Вплоть до изъятия ребенка. Доходит до маразма, на Западе этот маразм уже фактически реализован. Ну, посмотрите, что в Финляндии делается, за шлепок ребенка забирают. Вот то, что насилуют в этих детдомах, это нормально. А то, что мама шлепнула ребенка, любя, это преступление. Ну, кажется, это безумие. Но это существует сегодня на Западе, и это пытались у нас внедрить. Поэтому, и если эти регламенты заработают в полную мощь, это то же самое, что на Западе, просто они сейчас не работают в полную мощь. Потому что в тех же органах аппетии работают еще советские закалки специалисты, которые не будут это делать. Но постепенно эта плеяда уходит, хотя и среди них некоторые начинают вестись на вот это направление ювенальное. Но приходят молодые специалисты, уже обученные по ювенальным технологиям, воспитанные в другом духе, и они смогут это реализовать как на Западе. Поэтому вот законодательная база — это одно, да? Но еще важнее — это информационная составляющая, опять же, навязывание негативного образа родителей. Родители — это преступник, родители детей обижают. Родители показываются в таком скверном духе, особенно вот если брать западные материалы, обучающие методики и даже художественные фильмы детские, допустим, да? То есть натравливание детей против родителей. Вообще ювенальная юстиция — это система отрыва детей от родителей. Вот главная ее суть. Не защита детей, а отрыв детей от родителей. Для чего это нужно, задумайтесь. Кто хотел вести ювенальную юстицию? Нас обманывают, говоря о том, что в царской России была ювенальная юстиция. Там одно название только было. Да, назывались ювенальные суды. Была ювенальная юстиция в царской России. Но это была система, полностью противоположная тому, что сейчас называется ювенальная юстиция. То есть права родителей были абсолютно в царской России. А ювенальную юстицию в современном понимании хотел внедрить Троцкий. Тогда ему это сделать не удалось. Слава Богу, не удалось. Он хотел изымать детей без разбору всех у родителей и воспитывать в коммунах. Он об этом писал в книге «Преданная революция». Когда его депортировали из Советского Союза, выслали. Он потом писал о том, как Сталин предал дело революции. Стал возрождать традиционные ценности, в том числе в области семьи. И он это воспринимал как какой-то ужас. Так вот, этого не случилось тогда. Зачем хотели большевики в лице троцкистов отрывать детей от родителей? Чтобы, не дай Бог, папа и мама привьют ребёнку в другие ценности, чем те, которые навязывают государство, воспитают его в другом духе. Тоталитарному обществу нужны винтики. Они свободно, самостоятельно мыслящие люди. А такие люди воспитываются в семье. Папа и мама могут научить чему-то. Поэтому нужно оторвать детей. Если оторвать физически не получается, нужно хотя бы дискредитировать образ родителей в глазах детей. И частично план от родского сегодня реализуется. Но вообще не может ли ещё оказаться так, что ювенальная юстиция окажется просто инструментом избавления от неугодных, скажем так, соседей, подчинённых, коллег? Это очень коррупциогенная система. То есть на самом деле это, грубо говоря, та же система доносительства, которая была в 30-е годы. То есть тогда просто враг народа, а сейчас ты насилие над ребёнком совершаешь. Ты с соседом поругался, тогда пишут, он про Сталина плохо сказал, про советскую власть. А тут пишут, вчера там были критии, наверное, там пороли детей. Понимаете? Хотя, в общем-то, умеренная порка – это крайний, но допустимый в крайнем случае воспитательный процесс. Это присутствует во всех традиционных культурах. Конечно, это должно делаться с любовью, не с насилием, а действительно с любовью. Но это крайняя мера, конечно. Но нельзя за это сажать в тюрьму. То есть делается донос, неугодный чиновник, неугодный политик, неугодный журналист, ему угрожают, говорят, если ты не перехватишь писать статьи про автоваз, это реальный случай, рассказываю, в Тольятти, раскрывающий схемы криминальные на автовазе. Это было в 2010 году. Мы у тебя заберём детей. И забрали детей у этой журналистки. Но благодаря движению общественности вынуждены были вернуть. Чаще всего у нас всё-таки удаётся вернуть детей. Понятно. Как сейчас мы можем повлиять на то, чтобы ювенальную юстицию у нас в России не вводили? Надо не молчать. То есть если, допустим, вводятся какие-то ювенальные технологии в любой системе, в системе здравоохранения, образования, медицины, ну, материнское сердце поможет распознать. Если, допустим, начинают вешать плакаты в школах, рекламирующие телефон доверия, где показано «папа, порющий ребёнка», и «позвони, пожалуйста, мама, смотрящая телевизор, не обращая внимания», «позвони, пожалуйста, появился младший братик, всё внимание ему, на тебя не обращают внимания», «позвони, пожалуйста». Это смешарики плакаты. Надо на родительском собрании. Говорите, вы что, это антиродительская пропаганда, «уберите это». Ведь есть другие смешарики, рекламирующие тот же телефон доверия, «хулиган деньги отнимает», «позвони, пожалуйста». Понимаете? То есть реальные проблемы, невыдуманные. И слава богу, я вот сколько по школам Первоуральска ходил, я видел только нормальных смешариков, где вот без этого, то, что я вначале рассказал. Хорошо, мы остановились на том, чтобы не молчать. Не молчать, безусловно. Во-первых, не молчать. Если, допустим, очередной ювенальный закон, и местные активисты просят выйти на митинг или, допустим, написать письмо президенту, то не нужно считать, что это какие-то больные люди, которым нечем заняться. Вот такие письма остановили ювенальную юстицию в России, потому что они дошли до Путина. Понимаете? То есть благодаря активности людей, то есть быть активным, участвовать в антиювенальных мероприятиях. Но сейчас, на самом деле, уже вот эта волна прошла, потому что сейчас уже идёт, так сказать, больше аппаратная борьба с ювенальной юстицией на высоком уровне. Как бы родители низы уже по большей части сделали своё дело, но всё равно нужно быть бдительным. Ну и, конечно же, воспитывать своих детей, в традиционном духе, то есть чтобы было уважение старше, чтобы было чувство долга, ответственности. Когда даже если будут навязывать ребёнку вот эти гадости, то он не будет это воспринимать. Но самое главное — это не молчать и не бросать тех, кто рядом. То есть если у соседа начинают отнимать ребёнка ни за что, то нужно ходатайствовать всем подъездом за него, а не думать, что мы их отыскраем, никого не знаем. Спасибо большое. Я напоминаю, что в студии у нас был директор Екатерининского семейного центра города Екатеринбурга Константин Шстаков. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова